Всем привет! Я Эмилия и вы на канале Скропуем вместе. А сегодня подготовила перчатки, это обязательно. И основы, с которыми я буду работать сегодня. А это моя папка, которая пропала и нашлась. А также подготовила дизайнерский картон, фольгированный, кальку, ацетатные листочки, кусочки маленькие. И приступаем. Есть вот эти папки. Буду, скорее всего, кое-что из них использовать, кое-что нет. Это нам не пригодится на сегодня. Просто показываю, что хотела сделать импостик, но практиков казалось, что не получилось. А вот эти листы подготовила на сегодня. И кальку, и вот этот картон, как я уже говорила выше. Все вот это, что-то используем, что-то останется на следующий раз. Ставим все на место. И для начала приклеим этот кусочек фольги на бумагу. Пока мы будем делать что-то другое, он спокойненько себе там приклеится. Это важно. Чтобы он клеился не под давлением, не нагревая его, а просто сам, чтобы он приклеился. Так, отдираем все. Поднимаем его аккуратненько. А это результат моих стараний. До эфира, подготовилась к эфиру. Это фольга просто. Это у нас картон, просто обычная бумага. И она прошла тиснение. И сделан на ней эмбосинг. Это уже тоже картон, но он прошел с алкогольными красками, и я и тиснение прошел. Это сделала просто оттиск. А это у нас ацетатный лист, который оказалось тоже можно протиснить. Это тоже прошло тиснение. Обычный картон, это ацетатный лист, который тоже протиснила и прошлась алкогольными чернилами. Это у нас калька, которая тоже прошлась эмбосингом, вернее, чернилами и протиснила. Это вот тоже калька. Интересно получилось тиснение. Это тоже калька. Она пошла какую-то обработку. По-моему, я лаком ее побрызгала, и она приобрела очень интересную фактуру. А здесь уже обработала тоже тиснением и эмбосингом. Разными пудрами. Это золотая. Это вот тиснение сделала, но уже позже. Сначала она прошла оттиск. Нормально так получилось, в принципе. Вот это мне больше всех понравилось. Хотя такой же кусочек, приклеенный на бумаге, но очень красиво получилось. А вот это интересно. Это желтая пудра. Она имеет специфический запах. И вот такой цвет она дает. Я сделал эксперимент. Добавил туда пудру для натирки. Называется она, по-моему. Добавила вместе с этой пудрой. И вот такой результат получился в итоге. Видите, как она блестит. Совершенно другой результат. Так что не бойтесь экспериментировать. Это тоже прошло. Это все вроде бы большие фактурные пудры. Но они дали очень хороший результат. Все блестит. Все очень красиво получилось. А вы как думаете? Вам это нравится? Напишите в комментариях. Это мои работы. А сейчас подготовим очередной листочек. Он уже протисненный. Пройдемся подушечкой для эмбоссинга. Быстренько. Белая пудра у нас. Всегда мечтала о такой. Спасибо, Наташа. Пройдемся к фену. Удаляем боссинга. И смотрим на результат. Обработаем феном. Видим белое все очень красиво смотрится. Но я решила пойти дальше. И немножечко экспериментировать с этими пудрами. Я взяла белую пудру. Взяла пудрами для мутирки. И сделала такую смесь. Ну, судя по всему, надо было чуть-чуть меньше вот этих блестков. И, может быть, свет не сильно так изменился бы. Ну, я люблю, когда все блестит. Поэтому не пожалела этих блестков. И по итогу увидим сейчас результат. Какой у нас получится. Пойдемте опять же подушечкой для боссинга. Быстренько. Я немножечко так подготовила. Не сильно много. Так, чтобы на один раз хватило. Так, и мы видим, что цвет радикально изменился. Он уже не белоснежный. Но такой. С оттенком. Но этот результат меня тоже порадовал. Красиво получилось. Красиво получилось. Здесь я делаю боссинк на разной бумаге. На черную, на белой. Что хотела сказать. Главное, не бояться экспериментировать. Не бояться, что что-то получится не то. Или не так. Потому что в скрабокне для всегда можно кое-что исправить. Редкие случаи, когда ничего нельзя исправить. И то можно сверху что-то приклеить. Где-то что-то приклеить потом. Или там какую-то... Украсить чем-то. Возьмем эту бумажку. И из такой скучной, мрачной, сделаем ее немножко повеселее. Придадим ей более веселый вид. Для этого берем еще пудру. Разбавляем эту с той, что потемнее. И сейчас посмотрим, что получится. Главное, не бояться. Всегда можно обыграть эти вещи. Поэтому бояться они стоят. Обрабатываем штемпельной подушкой для эмбоссинга. И экспериментируем. Вот такая тоже папочка для тиснения. С бабочками. Первый раз я делаю именно такой эксперимент. С папочками для тиснения. Делаю эмбоссинг на них. И честно говоря, результатом очень довольна. Думаю, буду практиковать и дальше такие вещи делать. Единственное, что хочу дать совет. Не прямо подушечкой надо это делать. А каким-нибудь валиком. К примеру, таким же, как я давила на маленький листочек. Чтобы он приклеился в начале видео. Потому что, когда мы делаем штемпельные подушки, оно так или иначе касается как-то основы. Поэтому оно полностью уже покрыто эмбоссингом. В принципе, можно и в таком виде оставить. Это не критично. Но для чистоты эксперимента, я думаю, что в следующие разы уже буду делать с таким валиком. И посмотреть, что будет. Что я хочу сказать. Из этого эксперимента я поняла, что пудра для эмбоссинга бывает разная. Бывает очень мелкая. Бывает среднего размера, как бы так. Или помола, не знаю, как правильно сказать. И бывает мелкая, но с крупными частицами. И дает различный результат. Пудра, которая имеет большие частицы в ней, она смотрится очень эффектно. Но наши не сдаются в связи с этой бумажечкой. Я решила ее, так сказать, доработать. Мне результат не понравился тот. Хотя он мог быть и таким. Но он мне не очень понравился. Поэтому я решила ее немножечко доработать. Ну, собственно говоря, мне понравился. Вот такой результат мне понравился. Такие огромные частички там. Ну, как огромные. По сравнению с пудрой, они там как бы дополняют это все. И уже наша бумага приобрела совершенно другой лид. Вот такая теперь она у нас красивая. Конечно, все это буду использовать в своих работах. Присоединяйтесь к каналу, чтобы ничего не пропустить. У меня очень много идей. Я не успеваю все воплотить. Но есть полезные советы, полезные идеи, которые вам понравятся. Так что не пропускайте мои эфиры. Не пропускайте видосики мои. С пудрами я в этот раз просто зажигала все, что можно было придумать, экспериментировать. Но это еще не конец, как бы. В одном эфире, скажем так, что можно было сделать. Опять же, еще раз повторюсь, лучше всего пройтись не подушечкой для эмбосинга, а лучше валиком, чтобы валик не коснулся основы нашей бумажки, которую мы протиснили. Иначе будет полностью в эмбосинге все. Я попробую в одном из следующих видео покажу вам, как это выглядит. Ну, а это вот такой результат. Мне, в принципе, нравится, все устраивает. Но если не нравится что-то, я могу в любой момент еще раз подушечкой пройтись, да, изменить все. Правда же? Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Дے Субтитры сделал DimaTorzok А теперь прошло DimaTorzok сделать эксперимент с алкогольными чернилами. Вытаскиваю весь арсенал, что у меня тут есть. И сейчас под приятную музыку смотрим, я периодически буду комментировать. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Увидимся в следующем видео Увидимся в следующем видео Спасибо, что досмотрели до конца Всего хорошего Всего доброго Берегите себя jeep Субтитры сделал DimaTorzok